КОМАНДА КУСКУС РЕЙСИНГ В последних свободных заездах получил временную лицензию до конца сезона и более того стал резервным пилотом команды КУСКУС РЕЙСИНГ И сегодня как раз он заменяет Максима Капутина, как раз Тарабукин, так скажем, вовремя получил эту лицензию и попал, естественно, сегодня присутствует на трассе Галахов сейчас все шансы имеет его догнать, ты посмотри, у него это получается, еще и Тарабукин его проходит Как так? Тарабукин в очках, седьмая позиция, Витренко последний, предпоследний поворот просто слил Тарабукин шестая, вообще гонка потрясающая Сейчас вы могли видеть то, с чего началась моя, собственно говоря, можно сказать, большая карьера в симрейсинге И да, это чемпионат онборд Еспортс, самое окончание сезона по F1 2019 И там я смог попасть в команду и достаточно хорошо себя проявил на уровне середняков В последней гонке завоевал хорошие очки, приехав на шестую позицию И тогда уже появилась, собственно говоря, какая-то большая фан-база, можно так сказать Ну и потом онборд забросил чемпионаты по F1 2019 И появился чемпионат Формулы Зеро Собственно, про который и пойдет дальнейшее повествование На первом этапе Формулы Зеро Ну, точнее даже сказать, на втором, потому что первый не состоялся по техническим причинам На втором этапе наша команда боролась вплотную с Олегом Нападовским И это мог бы быть достаточно хороший результат, если бы не мой обидный штраф Полученный на последних кругах из-за борьбы, собственно говоря, с моим напарником С которым мы тогда недостаточно хорошо были, можно сказать, знакомы И он боролся со мной как с первым соперником У меня до этого не было штрафов, у него они были Ну и, собственно говоря, из-за этого я и получил свои 3 секунды, которые меня откинули со второй позиции На четвертую Гран-при Германии я считаю своей самой удачной гонкой в этом сезоне Мне на ней удалось наконец-то победить за счет меньшего количества штрафов И это была моя единственная победа в этом сезоне и мой единственный подиум Подожди, Горослав Да, парни! Но после этой гонки меня как будто бы преследовали на каждом этапе какая-то неудача И я не знал, что с этим делать, я не мог с этим бороться У меня не было сил больше тренироваться, потому что я видел, что либо разворот происходит Либо кто-то портит мне круг в квалификации Либо передо мной происходит какое-то столкновение, из-за которого я теряю очень много времени И это, конечно, меня убивало морально Но когда настал Гран-при Монако, я понимал, что в этой формуле Эта трасса мне подходит идеально Я на ней еду достаточно быстро Меньше всего, наверное, проигрываю топом И тут я реально делал ставку на этот Гран-при Но, к сожалению, в квалификации пошел дождь А дождевые квалификации у меня, как обычно, получаются очень и очень плохо Это будет сейчас много теряло Да кого? Я так много слил на втором секторе себе Шестьдесят Субтитры сделал DimaTorzok Поиграл Отлично Я долго ехал за Кириллом Медниковым Да, я мог его попытаться больше как-то прессовать Но я понимал, если я к нему подъеду достаточно близко То увеличивается шанс поломки крыла И увеличивается, собственно говоря, износ Поэтому я решил спокойно ехать где-то в секунде позади него Не атаковать И ждать, возможно, его ошибки А возможно, появление сейфти-кара Или виртуального сейфти-кара Что делаем? Остаемся, остаемся, остаемся Так это виртуалка, наверное? Да, да, да Да, заезжайте Чё? А почему не заехали? А смысл? На хард? Не вижу смысла заезжать за хардом Вот Кисляк заезжает Но он за хардом Так сейчас виртуалка Иди Окей, охлаждайте резину, оставайтесь на трассе Сориентируйте меня по стратегии Чё вообще твоим? Я наеху Я наеху Я наеху 52% износа у меня Главное, чтобы Кисляк не проехал Я думаю, что тебе, Ярик, нужно ждать на досавта Сейчас посмотрим Я впереди, Кисляка Давай сюда, тоже заеду Если хочешь выехать впереди Кисляка точно, то они не будут езжать сейчас, хоть боксы на этом круге Андрей, Метников умер, ты будешь впереди Андрей, впереди выезжает меня тоже Нечально Это было моё не первое выступление в Монако в чемпионате Формула Зеро Мы сейчас переносимся в Оригинал Это было пару месяцев назад И там случилось кое-что неприятное Да ты клонишь! Нет! Тарабукин мне всё сломал Да какой тайминг! Андрей, вот, типа, ваша какая-то магний с этим Кисляковым всё испортила, я тебе хочу сказать Берегись у Медникова, Медникова более свежий комплект Карденов заехал И Поляков заехал Опа! Да! Восемь Восемь Я успею, по идее, или нет? Успею, я заехал Если хочешь, да, заедь Я не вижу смысла Блин, Кисляк не заехал, а видно Да, впереди Колю вышел Так, теперь я стал держать Колю Ну и теперь Я первый! Что? Я первый! Разра Позади меня Карданов на медиуме Секунды, если что, так что это? Что? У Карданова три секунды Окей У-у-у-у-ур ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ёма, Карданов! Меня убили! Карданов! Мне кажется, слова тут лишние. Но после Монако оставалось ещё целых две гонки до окончания сезона. Это Япония и Азербайджан. В Японии у меня был очень хороший темп, замечательный темп, как в квалификации, так и в гонке. Но квалификация опять была дождевой, что привело меня даже не в топ-5 по итогу квалификации. Ну а в гонке из-за контактов с пилотами и неудачной тактики я финишировал лишь в десятом. В Баку, благодаря слепстриму, я занял вторую позицию в квалификации, но в гонке я ничего не смог сделать из-за поломки крыла, из-за своего же косяка. Ну а потом из-за продолжительной борьбы с Поповым, что отняло у меня достаточно много секунд. Ну и в принципе, на этом сезон Формулы Зеро закончен. Ждем следующий сезон, постараюсь в нем выступить как можно лучше. Пишите ваши отзывы, можно так сказать, по поводу этого ролика. Это, можно сказать, первая серия Road to Win. Да, победа была в этом сезоне, но я это решила посетить именно Монако, потому что мне это сразу пришло в голову. Ну и в принципе, на этом все. Давайте всем удачи, всем пока. С вами был Андрей Тарабунко, Андрей Тарейси и все. Такие дела. С вами был Андрей Тарабунко, Андрей Тарабунко. С вами был Андрей Тарабунко.